Дорогая редакция, меня зовут Майя Джандаян. По национальности я езидка, хотя нас считают армянами или курдами-езидами. Я окончил Двилисский государственный университет, имея ученую степень PHD, доктор философии. Я являюсь двоюродной племянницей бывшего важного человека в азербайджанской политике Рамиза Мехтиева. Чтобы это объяснить, надо вернуться на 100 лет назад. Мой дедушка Александр Джандаян был средним из трех братьев. Старшего звали Андроник, младшего – Аршавик. Итак, три брата – Андроник в скобках Андро, Александр в скобках Сандро и Аршавик в скобках Аршик – жили в Нарашенском районе в Нахичеване, куда были переселены из Грузии в начале 20 века. Из рассказа моей матери я знаю, что старший из братьев Андроник общался с матью Рамиза Мехтиева. А когда она забеременела и родила Рамиза, ее братья, чтобы избежать позора, срочно отправили ее в Баку, арендовали ей квартиру и переселили. Я много раз слышал, как мой папа и дедушка называли его как-то странно. Дедушка называл «Чамадан Рамис», папа называл его «Себет Рамис» и долго смеялись. Я спрашивал у деда-отца, что это значит. Они смеялись и говорили, что это связано с его рождением, и мне не надо этого знать. Интересно, что многие азербайджанские армяне, живущие в Ереване, так называют его до сих пор. После окончания войны в 1949 году отец Рамиза, Андроник и мой дедушка Александр переехали снова в Тбилиси. Младших их брат Аршавик уехал в Ростов, а потом перебрался в Москву. Андроник оказался порядочным человеком. Отправился в Баку, нашел мать Рамиза и стал часто навещать ее и помогать ей. Вскоре у них родился еще один сын. Итак, теперь вам все стало ясно. Рамиз вырос, закончил школу и уехал учиться в Москву. Там он познакомился со своей будущей женой Галиной и женился на ней. У них родилось двое детей – дочь Камаля и сын Теймур. Карьеру Рамизу сделал его отец Андроник и мой младший дедушка Аршавик, который работал в аппарате Президиума Верховного Совета СССР у А. Микояна. Теперь хочу раскрыть вам настоящие имена всех членов семьи Рамиза и Галины. Первое. Рамиз Мехтеев. Настоящее имя Рамис. В скобках Арамис Джиндаян. Второе. Галина Мехтеева. Настоящее имя Карина. Фамилию, к сожалению, не знаю. Когда она приезжала в Ереван, тщательно прятала свой паспорт. Я пытался выкрасить ее и посмотреть настоящую ее фамилию, но мне так и не удалось этого сделать. Но то, что она чистокровная армянка, нет сомнений. Третье. Хамаля Мехтеева. Камилла Джиндаян. Четвертое. Ее муж Ильхам Алиев. По грузинскому паспорту Ильяс Сумиязов. Я видел его паспорт, когда он был пьяный в сауне с нашими друзьями армянами. Я поинтересовался у Камиллы, что за фамилия у ее мужа. Она сказала, что если я тебе скажу его настоящую фамилию, ты упадешь со стула. Я сказал, скажи. Она сказала, его настоящая фамилия Сумбатов. В скобках Сумбатьян. Пятое. Сын Теймур Мехтеев. Теймури Джиндаян. Я никогда не видела его в Ереване. Но мне сказали, что его всегда тайно привозят из Грузии и также увозят назад в Грузию без паспортного контроля. Вообще-то у них у всех грузинские паспорта. Я это видела сама. Возникает вопрос. Откуда я все знаю и пишу вам, открывая их секреты? Дело в том, что начиная с 2007 года, Карина со своей дочерью Камиллой стали приезжать в Армению через Грузию с целью вложения инвестиций. За 10 лет, с 2007 года по 2017 год, они построили в центре Еревана три пятизвездочных отеля и один крупный торгово-развлекательный центр. Кроме того, они построили два отеля с огромными залами для проведения торжественных мероприятий на озере Сиван. Три отеля расположены в центре Еревана. Карина дала нам, мне, моему брату Маису в управлении. Мы работали днем и ночью. В этих отелях было много недоделок и других проблем. В мебели постельное белье были иранского производства, очень плохого качества. Мебель постоянно ломалась. Постельное белье после трех-четырех стирок превращалось в тряпку. Мы с моим братом привезли из Турции через Грузию постельное белье хорошего качества, укрепили мебель и продолжали работать. На все это мы с братом потратили более 60 тысяч долларов США. Но в семнадцатом году приехала Карина с дочерью. Сказала, что мы не умеем работать, потому что прибыли совсем нет и выгнала нас. Привезла из Тбилиси двух своих родственников армян и теперь они управляют этими отелями. Мы с братом предъявили ячейки на покупку белья и фурнитуры из Турции на 60 тысяч долларов и попросили отдать нам наши деньги. Она обругала нас на чистейшем армянском языке и прогнала. Мы с братом попали в серьезные долги и не знали, что делать. На самом деле эти три отеля были убыточные, так как стоимость одного номера за одну ночь была установлена Кариной очень высокая и гости предпочитали оставаться в более дешевых отелях. Вообще проблемы с гостями в Ереване огромные, туристов нет, а местное население очень бедное и их осталось очень мало. Люди говорят, что население Армении на сегодняшний день не более 800 тысяч человек. Я много раз ездил на автомобиле с моим братом из Тбилиси в Ереван. Начиная от границы Грузии, Армении и до самого Еревана все пусто. Все деревни и города пустые, нет ни одного человека. В Ереване есть много дешевых отелей от 10 до 30 долларов за одну ночь. Есть два трехзвездочных отеля, принадлежащие дочери, бывшего премьер-министра Азербайджана Артура Расизаде. В скобках, его фамилия тоже не настоящая. Карина говорила, что его мама, тетя Тамара, вышла замуж за Таир Расизаде, будучи на третьем месяце беременности от мужа Арменина. Она работала в научно-исследовательском институте в лаборатории, заведующим которой был Таир Расизаде. Он влюбился в нее, сделал ей предложение, она бросила своего мужа Арменина и вышла за него. Карина сказала, что ее муж, настоящая отец Артура, был хорошим паркетчиком, так что Артур далеко не Расизаде. Отели его дочери в Ереване более-менее работают. Ими управляют два брата-близнеца, внучатые племянники тети Тамары Артак и Аршак Арзумановы, в скобках Арзуманян. Кстати, родной брат Таир Расизаде, Шамиль Расизаде, тоже был поклонником армян. В 70-е годы он работал зампредом Совмина Азербайджанской ССР по сельскому хозяйству и очень активно исполнял постановление президенту Верховного Совета СССР о передаче азербайджанских земель Армении, подписанных лично Микояном. Когда в 2017 году я последний раз видел в Ереване Карину и Камилу, я еще раз попросил их вернуть наши деньги. Они обещали подумать, но до сих пор не вернули ни центра. Я вынуждена была уехать в Стамбул и заняться отправкой Карга в Ереван. Мама, брат Маис остались в Ереване. До сих пор не могут продать дом и уехать. В Стамбуле мне очень помогли наладить работу армяне, нелегальные мигранты из Армении. Их здесь много, более 300 тысяч человек. Армянский патриархат находится на Кумкапы и помогает всем мигрантам. Правительство Турции знает, но документы, в скобках карточку резидента Отурум, нам не дает. Вероятно, скоро и отсюда нас попрут. Когда в 2017 году Карина приезжала в Ереван, ее окружили армяне и спрашивали, будет ли война. У всех армян появился страх после апрельской войны 2016 года. И еще больше людей стали бежать из Армении. Карина сказала, пока Энверыч, там никакой войны не будет. Возможно, какие-то перестрелки, но глобальной войны не будет. Он не допустит. Она сказала, что перед смертью Гейдар Алиев пригласил Рамиса и Ильхама и завещал, чтобы Рамис сделал Ильхама президентом. А Ильхаму сказал, что без совета с Рамисом не сделал ни одного шага. Поэтому всю политику в Азербайджане строит Рамис, и без него ничего не происходит. Он главный человек. Без разрешения Рамиса Ильхам даже в туалет не ходит. Карина сказала, если Рамис захочет, за пять минут опрокинет Ильхама и уничтожит его, так как везде его люди. Все министры, в том числе силовые, его кадры. Карина выдала еще одну шокирующую информацию. Она сказала, что 50% плодородных земель Азербайджана принадлежат ей. Она их выкупила и имеет законные на них документы. Сказала, когда захочет, отдаст эти земли Армении или Грузии. Но только не тупым туркам. Теперь несколько слов про сына Рамиса Теймури. Теймури имеет свой бизнес в Армении. У него своя нефтебаза из 16 суперсовременных автозаправочных станций. Причем все нефтепродукты он доставляет из Азербайджана через грузинскую фирму. В Армении есть три вида нефтепродуктов. Иранские, очень низкого качества, но самые дешевые. Грузинские, тоже не очень хорошего качества. Азербайджанские, очень высокого качества и самые дорогие. Поэтому автомобили высокого класса типа Мерседес, БМВ, японские заправляются азербайджанским топливом. Народ поговаривает, что партнеры Теймури в Армении это Кочарян и Сарксян. На одном из ужинов Теймури сказал, что 3% в Сокар наша доля. Хотя Ильхам обещал 5%, но не дал. Он сказал, что этого тоже достаточно. Все, что здесь я написал, я могу подтвердить при личной встрече с доверенным представителем президента Азербайджана. Меня очень легко найти, если обратиться в армянский патриархат в Кумкапе в Стамбуле. Я передам аудио и видеозаписи Каринной Камилы, в которых вы увидите и услышите нелестные высказывания Камилы о семье президента Азербайджана и его жены Мехребан Алиевой. Я всегда восхищалась ее красотой. В их присутствии всегда слышала от Камилы пакости в ее адрес и в адрес ее отца. С работниками консульства Азербайджана в Стамбуле встречаться не буду, так как, по моим сведениям, это люди Рамиса. Я три раза передавала через охрану эту информацию в консульство, но реакции не было. Значит, это правда. С уважением, Майя Джандаян, 29 августа 2020 года. Подпись. По скриптум. Еще одна интересная информация для вас. Получила ее от моей подруги, которая работает в таможне в аэропорту Еревана. Она помогает нам в карго. Ежемесячно из Азербайджана в Армению через Дубай поступает от 5 до 10 миллионов долларов США за ювелирные изделия, которые изготавливаются в Армении, а продаются в Азербайджане с ицикеткой Made in Italy. Хотя фактически Made in Armenia. Уважаемая редакция, прошу вас оказать нам помощь в получении наших денег в 60 тысяч долларов США от Каринны и Камилы. Заранее благодарны вам, Майя Маис.